Здравствуйте! Сегодня 1 декабря. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от банкир.ру. С началом европейской сессии в пятницу евродоллар прекратил утреннее снижение и возобновил рост котировок, реагируя на более сильные, чем ожидалось, розничные продажи в Германии, уровень которых плюс 1,9% превысил средний прогноз аналитиков – 1,5%. Учитывая также весьма позитивные данные по рынку труда, полученные накануне, экономическая ситуация в Германии обнадеживает. Ситуацию также поддержала и динамика индекса потребительских цен в еврозоне, прекратившая затяжное падение и стабилизировавшаяся на годовых минимумах. Все это стало драйвером роста единой европейской валюты, курс которой от азиатского минимума 1,2429 поднялся до уровня 1,2490. Тем не менее, удержать восстановление пары не удалось. Негативная экономическая статистика, опубликованная во Франции, Италии и Испании по объему производственных расходов, цен производителей, уровню безработицы и розничной торговли, остановила подъем пары и развернула единую валюту на снижение. Курс пары протестировал уровень 1,2426 и завершил дневную торговлю незначительным откатом. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем завершение снижения пары ориентировочно в ценовой зоне 1,2420 – 1,2400 ровно, а затем разворот и возобновление коррекционного подъема пары к целевым уровням 1,2448, 1,2475 и 1,25. По-прежнему не исключаем вариант, при котором продавцам единой валюты удастся преодолеть сопротивление покупателей по уровню предыдущего локального минимума 1,2358. Если это произойдет, снижение пары может продолжиться к ценовому уровню 1,2329, от которого евро-доллар начнет формирование восходящей коррекции к вышеназванным целевым уровням. На торгах в пятницу фунт-доллар снова упал, продолжая предыдущее снижение валюты. В условиях отсутствия в этот день значимых экономических новостей, катализатором снижения британского фунта стало укрепление американского доллара. Собственная экономическая статистика по доверию потребителей и ценам на жилье оказалась негативной и не сумела поддержать пару. В результате быкам так и не удалось вернуться к восстановлению пары, а курс британской валюты на снижении протестировал новый двухнедельный минимум на отметке 1,5614. По итогам дня пара продолжает сохранять медвежий настрой на краткосрочных графиках, не выходя, впрочем, из зоны коррекционного восстановления. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение снижения курса британской валюты вблизи текущих ценовых уровней, а затем возобновление коррекционного подъема пары к следующим целям 1,5664, 1,5693 и 1,5728. Продолжаем также контролировать и предыдущий локальный минимум 1,5590. Пробой этого уровня и закрепление цены под ним откроет дорогу к значимым уровням поддержки 1,5570 и 1,55. Где ожидаем окончательное завершение нисходящего движения и начало формирования восходящей коррекции к вышеназванным целевым уровням. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что никто не может обыграть рынок и мы зря тратим свое время. Это не настоящая работа. Мы должны отказаться от нашего хобби. Говорят они. Но если бы они только знали, что мы мастера риска, суть предпринимательского духа, ликвидность экономики. Мы всегда добиваемся своего, зарабатываем своим умом, приспосабливаемся к постоянно меняющимся джунглям финансового рынка. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете каждый день. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время, как вы боитесь неудач, мы учимся на наших ошибках. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь. В эти моменты мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль – наши партнеры. Трейдеры. Мы – трейдеры. В экономической статистике понедельника. Австралия, Япония, Китай, Россия, Еврозона, Великобритания, Швейцария, Канада и США опубликуют октябрьские данные по деловой активности в производственной сфере своих регионов. Кроме того, аналогичные показатели деловой активности будут представлены и по ведущим экономикам еврозоны – Германии, Франции, Италии и Испании. Австралия опубликует сегодня ноябрьские данные по инфляции и актуальные цены на сырье. Италия обнародует окончательные данные по приросту ВВП за третий квартал текущего года, а также итоговые показатели государственного бюджета. В Великобритании выйдут октябрьские данные по объемам потребительского и ипотечного кредитования, объему займов частным лицам, а также по количеству одобренных заявок на получение ипотечного кредита. А в статистике из США будет опубликован производственный индекс ISM за ноябрь. Кроме того, США и Франция проведут аукционы по продаже 3, 6 и 12 месячных облигаций государственного долга. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.